чпонь ребята здорово мы в эфир чеки я надеюсь все идет хорошо надеюсь вы меня видите в чат если вы меня видите меня зовут не лазарев наверно это знаете а может быть нет с нами сегодня ну как с нами со мной сегодня сидит санечка санечка скажи привет привет да возможно там присоединится сегодня от длинный рома чуть позже кто знает кто знает кто знает этих ром привет food в год пил я правильно прочитал твой ник сложно последние буквы твоего никого сложно воспринимаем привет фанат халла влад гарбузов здорово всем привет чё мы сегодня собрались с вами для того чтобы обсудить трагическую тему тяжелую для нас всех ну самый тяжелый наверно для жили жалко уже местами сегодня нет потому что уже не уродки но все три персонажа мы с вами обсуждаем как вы помните смерть смерть в норы как ее лучше устроить как и лучше принять как вообще с этим жить на этом свете серб до 20 здорово я тебя не помню на наши стримах ты первый раз на сегодня игорь здорово всем девятушки привет рада вас видеть снова сегодня на нашем стримчике давно мы не про тему дня не это самое не запускали давно мы с вами так так вот не общались не обсуждали ничего поэтому приятно игре снова вернуться в онлайн и обсудить с вами всякие интересные фиговины чтобы как бы у нас фон подходил немного подскать происходящее мы с сашей подобрали сегодня вот буквально за два часа до начала игры стримом мы подобрали подходящие груза никак она называется скажи нам сами я пока звучу смерть от дайвинга если вы знаете это было бы хотя нет под водой тоже смерть страшна но извините Я не умею читать Многие из нас Игрышны тем, что не умеют читать SerbD20 Если ты новенький, то добро пожаловать на наш стримчанский У нас здесь бывает интересно Бывает нет, поэтому смотри Мы в общем сейчас, пока переключусь на С твоей батюшки страшно, капец Я переключусь на сценку 3 Это сценка Вот эта сценка, которая должна была показаться Это собственно с самой игрой Мы сейчас будем по ходу обсуждения И нашего еще играть врата гадости Я, кстати, не включил свет, но рожу плохо видите Сделаю вот так Сейчас видно ее чуть-чуть получше Зря я это сделаю, страшно, капец Ну что, Саня, заходи пока в игру Собственно говоря Мы с вами будем перетирать Как обычно Я подготовил херово кучу бумажек На которых прописал советы Зарубежных ютуберов И зарубежных ребят, которые играют довольно давно В настольные ролевые игры И оттуда перенял, так сказать, опыт Которые они советуют Как они советуют подавать смерть на столь ролевых играх Как они советуют для игроков ее принимать В общем, все полезные советы я собрал Чтобы вам не пришлось это делать Собственно говоря, если вы хотите Чем и хороши наши стримы Что если ты не хочешь говорить на зарубежных сайтах И смотреть, что там они по-своему американскому говорят Можно посмотреть нас И мы все расскажем Потому что я все делаю за вас И пока мы с вами танцами зашла Зарубежных сайтах Зарубежных сайтах Красавчик, сейчас я приглашу в церковь Я тебя хочу пригласить в группу У меня не получается Почему-то Я не знаю, может быть, надо как-то Своя игра или типа того О, хера знает Ну нет, наверное, не так, наверное Сейчас мы пока разберемся Как пригласить друзей в игру Как добавить в группу Саню Сейчас я попробую Можешь присоединиться Попробуй Сейчас как попробую Да-да, тут самый доклад по истории На шесть страниц Только В этот раз доклад по смерти Это как некролог на шесть страниц Кто узнал, что все шесть страниц Вообще, Влад Алло Ты следишь за мной, ты стал Кирилл за мной, да? Я знаю, что это ты В раскатах молнии стоишь У меня за окном И дышишь нервно мне в стекло Что-то не получается? Вообще не какое-то Но я нашла в этом Почему-то не могу присоединяться Наверное, сначала надо выбрать режим Какой-нибудь или типа того Попробую свою игру Сейчас попробую свою игру Я попробую Надо участие Да, окей Вот, друзья Вот, пригласить в группу Все Принять Так Так И ты приняла Я приняла У меня пока-то не выстрелил Человек Ты человек, а я не человек Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну это получас один на один Мы будем играть Надо бы, чтобы еще кто-нибудь Там присоединился Пробую как не сделать Открытую игру чтобы еще люди приснились как делается проверка на реакцию боже мой 10 минут я буду охотница я буду женщины в костюме кролик который будет загоняться страшно пишет ща подожди я пока пытаюсь настроить игру чтобы можно было ли чё кого-то приглашать назад это и настройки игры ритуалы один знак это делается поэтому пробуем другой раздава пока в один на один чистоты да я саня ты да я чтобы потренировать твои навыки выживания так сказать и узнать насколько это хороша один на один с убийцами ребята и кстати говоря если вдруг стрима будет притормаживать или видео лагать обязательно пишите об этом комментах потому что это новые настройки немножко попробую и посмотрим все это получится хорошо что нажми готова что ли я не готова я буду я буду я буду я буду нежно давайте поступим понемножку к обсуждению темы и так подключение к другим игрокам лет нас видео все таки ни один не на ты будешь и так смотрите у меня первая тема которую я нашел это как сделать смерть в игре в настольной ролевой игре эпичный чтобы она была запоминающейся чтобы она не просто подошел на тебя плюнул гоблин трансфорился ли подошел тебя подтыкнули ножом в бочину и ты умер нет чтобы она выглядела ну это наверно для гайма больше совет все же чтобы она выглядела более эпично чтобы она выглядела более красочно и более запоминающейся было и так первый совет это смерть в энерри должна иметь смысл и быть не из-за глупой ошибки например на то же самое что я сейчас что сейчас сказал то есть это она должна быть ну она должна подразумевать какой-то то есть не просто так шел по улице целился кирпичный сдох а вот именно чтобы она имела под собой куда подоплеку что там с боссом да или игроки могут делать какую-то определенную большую глупость и если они сделали эту глупость как вот допустим у ливен рум студио в одной серии был момент когда они кто-то из них открыл какую-то шкатулку с ловушкой на них обрушилась град из метеоритов они все откинулись разом это была глупость но в итоге эта глупость была описана довольно неплохо и довольно красиво и поэтому смерть выглядел довольно эпичные принципе было было довольно крутой царя можешь нам рассказать какой-нибудь пример смерти чтобы она была запоминающейся конечно же это смерть десмонда так надеюсь все у нас смотрели да это самый в чатку смотрел последний эпизод например смерть можем как звали другого же рядом рядом риордон это которая погиб в на кухане буха а да да который он спор был да мы сделали уже который орг был драгнир-дарнир драгнир да ну вот его смерть лично для меня не допоминающийся как как смерть десмонда ну потому что его просто переварили это как-то грустненько было вместе с морковкой блин начну я вспоминаю только смерти женя у нас влад гарбузов на 27 серии только просила упс упс но упс ну собственно говоря если у нас есть да все нормально все же если у нас есть дискорды ты уже тебе уже было про спойлере на все несколько раз поэтому мы собственно что пришли обсуждаете в принципе смерти персонажа поэтому давайте не обсудим предыдущей смерти персонажей же не у нас просто персонажа человек который как в здорово здорово подожди подожди остановись просто постой поговори со мной просто не убегай обсуждаем смерть тебе нужно умереть ладно беги хорошо даете шанс привет на последний топор уже почти пощади все у меня закончились топоры уходи уходи вот собственно говоря у нас же не просто представить для персонажи которые умирают чаще всех и не знаю чем это связано но уже не пока на счету три смерти а у остальных собственно говоря такого количества нет поэтому уже как жалко что нас нами сегодня его нет ладно давай перейдем к следующему пункту 1 нас было чтобы смерть была должна быть в принципе иметь смысл выглядеть реально незаурядный второй пункт нужно описать им в эту смерть именно клевым способом чтобы она выглядела действительно классно ну в плане того что когда умер умер женина драгнир будем стоять и движение почему я когда умер женин драгнир было действительно ну так себе потому что ну и он про него проглотил проглотил кракен и собственно говоря на этом все закончилось не было ни прощания с персонажем не было ни какого-либо драматического этюда женина его сожрали тупый переварили ну честно и было так запоминающийся но не так чтобы запал в душу из я сказал что потому что ровты а помните как же кто умер в тот раз поэтому описание нужно сделать клевым способом третий пунктик это смерть должна быть окончательной то есть этого быть в фаталити плане того что игроки должны понять что твой этот персонаж реальный мертвого должно там разорвать на части ими должно прожечь лицо я не знаю в общем должно быть так что его пырнули ножом что случил ты покончил с собой саша чё да хорошо выделяя там волшебное слово его носка не поднимет но это касательно днт в если мы имеем ввиду допустим конец этих туху или типа того то там скорее всего смерть будет в принципе даже не фэнтези мир там смерть будет в принципе окончательный потому как если тебя сажал кальтик тоническая тварь то как бы извините я тут уже ничего не поможет давай буду выжившим чего нет либо это должно быть реально очень хорошо продумано и обоснованно персонаж выжил до благодаря чему вообще ну да если если здесь путей очень много для отхода но как бы это уже нужно смотреть насколько это будет привлекательно выглядеть уже заговорил посмотри на нее ну да да если мастер не описал допустим что персонажа вообще разорвала на части теперь от него остались одни одна нога то как бы да в принципе этого можно пробовать воскресить или отвезти в больницу если так скажем к толку то же самое и можно пробовать его как-то спасти поэтому если ты за мастер играющего чему персонажа у него тоже тоже полностью то как бы надо в любом случае описывать его смерть как можно более реалистичный именно можно более детально следующий пунктик нужны опять-таки для мастера это нужны в будущем нпс которые будут вспоминать этого персонажа и грустить по нему в плане того что если ты приехал в город и никто такой не вспомнил бедного как вот там риордона кого-нибудь еще то как бы ну и его смерть останется незамеченной и ну и смысл-то ну умер и умер как бы он было мне кажется значительным персонажем для сюжета то есть ну был такой но и хер с ним и было и было его сейчас нет ну и ладно и бог с ним а если его кто-то начнет оплакивать кто не скажет как как где он а куда он делся почему он как что как вы могли это допустить тогда это явно переживание за персонажей это будет показывать то что он был важен когда сюжет от ляк так для кого-то из знакомых его может быть и это придастся не знаю значимости этом перс так я не понимаю как мне предатель дать игре допуск чтобы типа этот наш другие присоединились к нам что он такой шутка мерзкий звук это ты сделал сейчас ушла никакого мерзкого звука поэтому я хоза стран ладно нажимаем готов и дома на риск на кто-нибудь присоединиться моего губами снежки вид и плюс еще очень хорошо когда какие-то персонажи ну действительно прям проживают эту потерю да другая или еще что-то персонажи становятся более живыми ну сдох и сдох как бы все этот персонаж нами больше не играет ну и отпустим да 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 все верно следующий пунктик можно вернуть персонажа как призрака или наставника как было в звездных войнах когда оби-ван вернулся если кто не смотрел это будет спойлер когда оби-вана вернулся или кто-то не оби-ван еще люк skywalker тоже потом вернулся призраком и наставлял типа этих вот остальных своих нет джедаев чтобы они как чтобы они знали как жить то дальше собственно говоря в принципе как сюжетный ход принц можно вернуть перса действительно как привидение то же самое или как духа который наставника будет время трения появляться в игре но не знаю сколько будет комфортно и удобно играть человеку который откинулся как бы только то есть может быть только на воскрешение своего поэтому помните того паладина с сапогом там у меня была самая эпичная смерть на меня обрушился град из 1000 стрел и небо затемнилось я начал вспоминать все события с моими друзьями на перед на перед этим видимо будет продолжение да вот но да да смерть должна быть описано лишь небо затемнилось начали сплывать у тебя в башке эти воспоминания клево клево это клево и описание клевой смерти вмигать к нам гренадёрка и объяснился оценился какой-то песни видимо его ждем пока мы ждем перейдем ты хотел что-то сказать аж нет тогда перейдем к следующему пунктику это дать кстати расскажи мне саш ты бы хотел если такая умерла допустим или все время если морковь и брала чтобы она вернулась как призрак в игру честно говоря не знаю я бы честно говоря я хочу чтоб морковка жила в моем сердечке нашла кого-нибудь себе того эльфа с вкусным винишком и жила спокойно мирной жизнью я хочу для нее только самого лучшего но я бы поиграла бы ей конечно еще раз если бы это было ну как это сказать прям реально хорошо продумано и не казалось типа вот появилась появилась до вас стало из мертвых не поместа резнулась до одну жизнь потратила еще непонятно ну да да то есть но это не очень интересно когда все-таки персонаж ну ты не чувствуешь да ты вот опасности что твой пизаж может навсегда покинуть тебя и так далее это как-то тоже не очень прикольно лично по мне ты привязываешься особенно когда ты прописку в конечном итоге для морковки я не ожидала честно вам скажу я не ожидала что моя морковка умрет как бы я столько времени вот посредники жизни морковки потратила я не ожидала что она умрет но мы все не ожидать что это было большим ударом ну честно говоря до начала игры в ведьмин пик мы с папой спаши разговаривали по поводу персонажа я говорил типа паша давай это сама не будет никого умирать кули они у нас на убивать я коли они у нас на главном экране будет все висеть и плюс как вы видите плюс в принципе это персонаж который мы планируем дальше вести игру давай никого не будем да да конечно итоге что получилось здорово это тебя завалили я следу за вами я сейчас я тебя спасу не переживай я сейчас высвободу часа секундочку я я ребята я спошу спасу саши как бы все будет хорошо для чувак просто как неистовая обезьяна бегает все я иду я рядом здорово видишь эта команда мы спасаем тебя санечка стойте подлечу вдвоем тебе лечим хера себе вот эта команда тиммейты так сказать нам нужно обсуждать тему райан 2 здорово о привет вам привет ты вовремя ты будешь читать нам чатик сейчас мы не только начали мы только начали практически до обсуждали 7 пунктов так сказать по вопросу 7 пунктов ладно ништя 5 5 поэтому пока еще все впереди сами уже успели завалить один раз на ничего страшно так вот ребята райан цви привет тебе добро пожаловать в эфире третьим агант аганист первой части возвращался к жизни на мой взгляд было довольно неплохой сюжетный ход получался как призрак а то пиши там свой экспириенс так сказать потому что мне трудно представить как персонаж вернувшись как призрак может вообще нормально участвовать в игре то есть и долго ли ты путешествовал призраком вообще по игре потому что у меня не было такого пока такого опыта в играх моя самая отличная смерть пришла когда босс вселился в меня я пожертвовал собой ради его убийство вот это круто кстати так вот круто во всежитных вот это считаю это довольно интересным было отыграть так рома ты можешь нам помогать читаете что пишет чате потому что я не трудно отвлекаться еще и от игры и записи на записи свои смотреть алёк я ну давай читай с какого места вы закончили то что влад написал я еще не читал я пока зачитаю следующего пунктика это после того как призы персонажах призрака можно дать даже нужно во время мы сейчас мы ждаем вас пункт как сделать смерть персонажа эпичные запоминающийся и вот один из пунктов отдать персонажу сказать последние слова я считаю что на самом деле очень важно потому как вот опять таки мы уже обсуждали как мы уже обсуждали у нас когда умер драгнир женин и я и морковка собирая у них не было шанса сказать последние слова или типа как-то высказаться да ну не было шанса сделать что-то последнее эпичное и они умерли они умерли в желудке кракен и в блефоте поэтому это была не самая эпичная героическая смерть поэтому я считаю что дать высказаться дать сказать последние слова персонажа это очень-очень важно потому как это может оставить какие-то точки на дипер сможет высказать свои мнения о других персонажах и он может какие-то подсказки может быть потому как как стоит себе игрокам тебя вести или куда ему стоит идти вполне за и да и помимо этого мне кажется это дает какое-то Такое удовлетворение Немножко смягчает тяжесть утраты Свои персонажи, когда твой персонаж Уходит красиво и так, как ты хочешь Да, да, да Да, вполне себе Саня, я сейчас тебя опять спасу, не переживай Следующий пунктик Саня Флай, здорово тебе Следующий пунктик это у нас Если игроки хотят оживить персонажа, можно дать Игроку играть за какого-нибудь Тинпс Вот, кстати, мы так не поступили, а могли бы сейчас Поступить, коль мы собирались Если вы заходите там же в виде Дезмонда Можно было бы в принципе дать Женю Поиграть за какого-нибудь NPC-шку Которая у нас присутствует в городе Смотри Я, например, как От имени урона И он скорее всего не захочет Решать Дезмонда, потому что Дезмонд все-таки Сделал это по своей воле, это было его решением И уважать Решение Друга это одно Другое дело, когда кто-то умирает не по своей воле Не хотя умирать Это немного другое Мне кажется, даже Дезмонд сильно расстроится Если его возродят Потому что это его путь И он к этому шел И сам решил выбрать такой путь Ну, как бы к таким выводам Наверное, герой придет через некоторое время Да, да, да Но вообще чисто чих-чих Даже, наверное, не Можно было дать такую возможность Не Не Дезмонду А может даже Саше В плане того, что чисто технически Если ты, допустим, планируешь Оживить персонажа так или иначе Да, если твоя команда Как вот, допустим, Сакай у нас Планировали оживить персонажа То можно было бы дать Саше Отыгрывать временно Какого-то NPC-шку Чтобы она не привыкала к Акай Потому что, допустим, Саша сыграет Акай Она привыкает к ней Она с ней как бы свыкается Себя сравнивает с ней Плюс команда с ней сживается более-менее И когда настанет час Допустим, у нас получится воскресить Морковку То не факт, что Саша уже заходит ей играть Нормально в компанию общую То есть бросать Акай и начинать играть за Морковь И не факт, что Морковь нормально подойдет Для общей группы Потому что мы помним адекватность игры в Моркови И не факт, что она подойдет в общую группу Как сейчас Мне было свое очарование Да, было свое Тут такой момент Это нужно, безусловно, поговорить с игроком Потому что игрок все-таки решает Больше, что не хочет играть Ну, то есть Это уже от Саши зависит Кем она хочет играть больше Акай Или больше Морковкой И вывести одного из этих персонажей Можно легко одним движением пальцев Акай это найти того мужчину Которого она искала То есть, если она его найдет То они, скорее всего, удален держать за ручку И идут в закат И говорить о прошлом И так далее Но это уже мне решать Да, но это ей решать С одной стороны А с другой стороны, например, Морковка Да, столько времени пробыв В так называемом Чистилище Не знаю, где она там находится Во что она там верит Она, возможно, будет очень ослабшей И... Не знаю, может искать новый путь в своей жизни И как бы сразу же воскреснув такая Ну, поехали ломать лица Культу Ну, это, мне кажется Не самый логичный поступок Ну, у Морковки была Насколько я помню Цель Найти лекарство Типа Для своих Близких Ну, а ты же не можешь Полумёртвое это делать Там я, насколько знаю У оживления есть Разные негативные эффекты Там истощение И всё остальное И... Недавно Из аннигилированного тела Воскрешённое существо Оно имеет Несколько степеней истощения И оно должно останавливаться Минимум несколько Неделю И даже больше Да У меня на Морковке Уже был, кстати, один баф от смерти Да, паркоз был уже побитый Что? Сделай, как сможешь Яркость больше Хорошо Сделаю Сейчас сделаю, ребята Ох, ни хера, как темно Ни хера себе Сейчас, ребят Сейчас, ребята Просто, видимо, у меня Трейд Толб ОБС Трейд Не игра Сейчас я всё исправлю Секундочку Подожить Так Скорее всего, надо сделать вот так Так будет лучше Да Во Так лучше Твою мать Ладно, перейдём к следующему пункту Собственно говоря Мы закончили с Темой Как сделать смерть эпичной Нам нужно Смерть должна Повторюсь Смерть должна иметь смысл Нужно описывать Клёвый Её клёвым способом Смерть должна быть Окончательной Бесповоротной Нужны в будущем НПС Который будет Следить Оплакивать Вернее персонажа Который умер Можно Вернуть персонажа Как призрака После смерти Чтобы он Смог продолжить играть Дать последние ему слова Высказаться Ну и, собственно говоря Если персонажи Хотят оживить Этого перса Дать возможность Подыграть За какого-нибудь Дружного НПС Который Просто будет Временным персонажем Чтобы не дать Игроку Привыкнуть к этому персу И можно было Нормально продолжать Потом Кстати, думаю Что было бы смешно Если бы Тезмонд Летал за центром И просто мучил Его Своим присутствием И тот бы покончил Жизнь самоубийством Не смог Не спокшить жить С назоревым соседом Ну вот Райан Писал про то Какой опыт Игры призракам Что типа Было прикольно Несколько сессий Довольно Интересно Особенно потому Что игрок был опытный Да Если это несколько сессий То вполне себе круто На самом деле Я считаю Если ты вернешься призракам Это довольно таки реально запоминающийся Эксперинс Как мне кажется Может всех пугать Летать через стены Это же классно Да Неплохо Да Давай Саня Готово Все дела Следующий пункт Мы будем разбирать Это Что делать Если Гэм Убивает Важных НПС В игре Ну или как Важных Важных Для игроков НПС Например Твой персонаж Влюбился Такого у него И другого НПС И у них завелись Там романы Отношения И ты Сука Начинаешь По этому поводу Нервничать Какого хера Ты убил Моего Так сказать Мужчину Или женщину А? Гэм ты срана Так вот Это жизнь Это жизнь Не ну Вот Вот как Сделать Гэму Так Чтобы смерть Этого НПС Была Именно Вот Понятная Для других Гэм И чтобы игроки Не обиделись Там Не начали Сразу Друг с другом Из Гэма Чтобы не вели себя Адекватно И так Я думал Ты задаешь вопрос Это как Звук прозвучало Я думал Уже хотел ответить Что я думаю По этому поводу А ты уже Там оценочность Не У меня есть В этом Параграфе Восемь пунктов Которые помогут У меня Я не задаю Вам Вопрос Я Рассказываю Вам Как нужно Делать И Это обсуждаем Конечно И так Если ты Гэм И во время Игры Ты убиваешь Семью Или родственников Какого-то Из своих игроков Ну желательно Не вживую А именно В игре То Первое Что тебе нужно Сделать Это дать игрокам Предупреждение В игре Что они Что могли Попытаться Все изменить То есть Типа вот Допустим Отряд убийц Направляется В поселение Где живут Ваши родители И ты знаешь Что допустим У них есть наводка Ну если не на вашу семью Да допустим На соседа Да Или на Я не знаю На какого-то Одного члена Вашей семьи И ты понимаешь Что может быть Вся семья Под опасностью Это вот Такое небольшое Предупреждение Которое в принципе Поможет тебе Это даст И отдельное сюжетное Ответление С помощью которого Ты можешь Направить Свои стопы К своей семье И пытаться Все исправить Ну и в принципе Даст тебе стимул Вернуться домой И попытаться Остановить все это дело Ну если само собой Получится Это хорошо Если не получится Ну сорян У тебя игрок Предупрежден Что типа Его семья Была готова Была умереть Во плане Могла бы умереть И как бы Все Уже ничего не исправить Второй пунктик Это подумать Так ли важна Смерть NPC В принципе В игре То есть Ну может быть Ты хочешь его убить Потому что он тебе надоел Но ты можешь его отправить Куда-нибудь Он может уехать В дальние страны Он может Начать рыть шахту Вглубь земли Я не знаю В общем Можно его не убивать Чтобы твой игрок Не расстроился По этому поводу Третий пунктик Если Смерть не важна То можно использовать NPC Для продвижения игры То есть Если твои персонажи Слишком прилипли К этому NPC К этой То есть Яйца к ней подкатывают Все время Постоянно Ты можешь Вместо того Чтобы ее убить Допустим У нас есть Теларон Который убит женщин И он Допустим Клеится К какой-нибудь Принцессе К какому-нибудь Гор К альфийской Бармедж Владельце Ресторана Так Подождите Я отходил Стоит Подожди У меня там шум был Ремонт За окном Я закрывал Я говорю Допустим У нас есть Теларон Клеится К владелец Ресторан К владелец Таверны И допустим Я не хочу Чтобы он это делал Что он достал Собака Такая Вам нужно Двигаться Дальше Я могу Убить Я могу Убить Таверны И урод Будет грустить Или я могу Сказать Что типа Вот Типа От имени Лица Таверны Могу сказать Ларончик Сладкий Пупсик Детка Я по девочкам Я по девочкам А ты езжай Спасай Убивай драконов Малыш Вадим Там вот езжай туда И там-то вот Какие-то проблемы Там появился драконами Такие шлухи есть Можно использовать Это NPC В принципе Вы вполне себе Как зацепку Для сюжетной линии Какой-нибудь Почему нет Да Вполне Четвертый пункт Убивать NPC Если это даст Толчок для игроков Опять-таки Если Ларончик Пристает к этой Несчастной женщине И она стала Ему важна Почему несчастна Почему несчастна Она стала Ему важна И у них Завелись отношения И все дела И урод к ней прям Привык То можно ее Прикончить Чтобы от имени Допустим Культа Тиат Можно ее Прикончить Чтобы Ларона Был стимул Вообще Вообще В жопу рвать Чтобы отомстить За нее Почему не Ага Сейчас подождите Я чиню механизм У меня сейчас Должна тут Штука всплыть Саня Как у тебя дела? Я убегаю Ты убегаешь? Слышишь Прям как Каноничный дед Бля Сидишь Сидишь на старой селе Чинишь двигатель В чем мне Ничего на пенсии делать Это Это же гараж и волга Все Больше ничего А что у нас там За монстр Знамя бегает Блин Ладно Я пережду С вашего позволения Следующий пунктик Пока я переждаю Смерть Должна Всегда Служить Каким-то Нарративным целям Ну это примерно Относится к предыдущему пункту То бишь Она не должна происходить Просто рандомно Если там Допустим персонаж ЛНПС умирает То это должно К чему-то вести Это должно вывести игроков На новый след Главной цели Которые они преследуют Или это должно Вывести их На какой-то побочный сайт Квест Просто так Незачем убивать Персонажи Или НПС Я думаю Это в принципе Всем понятно Что у вас там так Местен Саша Что случилось Я понял Что случилось Я понял Я понял Не надо Нет Нет Отстанет Меня Нашлить Скоп Может быть Убийство персонажей Может послужить С каким-то таким Маячком Таким маячком Тому Чтобы герои Осознали Насколько темной Опасной Ситуации Они находятся Чтобы они были Осторонны Ну да Да Следующий пункт Игроки должны Иметь возможность Расследовать Отомстить Или Уничтожить Того Кто совершил До преступления То есть Всегда должен быть Шанс Того Что игроки Смогут Расследовать Это преступление Расследовать Убийство Расследовать Смерть Любимого Человека Ну в общем Вот это вот Все Чтобы игроки Могли Участвовать Сказать В этой смерти И как-то За нее Отомстить Я считаю Это тоже важно Потому что Если Дисент 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 Был Каким-то Важным Или если Игрок Тем более Это был То за него Левом Случшно Проводит Отомстить Это будет Крутосережный Код И в принципе Неплохое Расследование Расследование Всегда в настальных Ролевых Играх Это интересно Поэтому Седьмой Пункт Пока я тут Дедом Борюсь За выживание Это Расследование Должно быть Связано С основной Или Какой-то Большей Историей То бишь Если NPC Убит Да И мы Выводим Игрок На смерть NPC То Это Расследование Которым Будет Играть Начнут Действительно К этому К основной Сюжетной Линии Которую Мы играем Либо К какому-то Более Суровому Вот как у нас Допустим В этом самом У нас Допустим В Кладе Королев Драконов Вот это Наше Расследование В Балдере С исчезновением Хазима Он конечно Не умер Но Технически Как будто Все думали Что он был Мертв И мы Расследовали Его убийство Так сказать И оно Нас Вывело В принципе На довольно Большое Так сказать Расследование По поводу Вот этого Дома Террис И по поводу Синдиката Да Подожди Подскажи мне Если бы Широ Не залазил Внутрь Я просто Тусил Снаружи Ну кто знает Надо было Проверить Что бы Случилось Я вам скажу Если бы Вы напали Допустим Все вместе Если бы Десман Не отчаянно Так не полез В соло На Синдикаты Если бы Широ Не пошел В соло Я думаю У вас бы Было Гораздо Больше Шансов Вместе Разобраться Все проблемы И выбраться Живыми Цель Целой Целой Команды Ну даже Мне кажется Все равно Батки Влад снова Спойлер Поэтому Прости Райан Сви Пишет Я спросил Рому Считать Конечно Комменты Рома Так и Читает Собак Райан Сви Один раз Я убил Близкого Одного Персонажа Антагонистом Из Квента Другого Персонажа Которого Вводил В партии Довольно Неплохая Связь Между Этим Персонажами Вышла Ну кстати Да Если Вы играете Параллельно Допустим Ну или пусть Не параллельно Но разные Какие-то Модули Или разные Кампейны И ты И они Взаимодействуют Друг с другом Можно влиять На друг Эти Кампейны Могут Влиять На друг Это довольно Круто Потому Как Действительно Ты можешь Убить Важного Мпс И Как ты Сделал И Это Отразится На следующей Игре И Это Реально Классно Так И переключится Не хочу Смотреть До этого Блэйзер Хочу Смотреть Так Саня Убирает Ладно Собственно Горя Последний Пункт В этом У нас Параграфе Это Задача Нам Как ГМ Показать Игроку Что Наррактивные События Являлись То есть Повествовательные Какие-то События Являясь Причиной Смерти Как я уже говорил В самом начале Это не должно быть Падение кирпича На голову Или что-то Типа этого Должны быть Именно Какие-то События Которые Связаны Если они Связаны С основной Сюжетной Линии То должны Быть Какие-то Реальные Важные Сюжетные Зацепки Которые Помогут В будущем Нам Двигаться По Сюжету Вместе С Среди Смерти Далее Идут У меня Что делать Со смерти Игроков Что делать С этой смертью Не стоит Например Один совет Не стоит Убивать Игроков В конце Модуля Просто потому Что это весело Просто по фану Всегда должен быть Шанс На их выживание Ну вот Грубо говоря Возьмем К примеру Наш Ведьмин пик Не выведу Паши сказано Но я считаю Что Ему не стоило Так брутально Устраивать финал В плане того Что не только Из-за того Что у нас Персонажи важные Там откинулись А из-за того Что Ну в принципе Я думаю Это не имело смысла Да Мы могли С другой стороны Тут персонажи Сам виноват Ничто не начали Отступать вовремя На самом деле Я можно Смех Вам на самом деле Все В самом модуле Ну я говорю Спрашивай В самом модуле Было продумано Вот эта вот Женщина Паладин Которая Путешествовала С карнавалом По сути По сюжету Должна была Прилететь К нам В бою Нам объяснить Что типа Мы ничего Здесь не сможем Сделать Убедить Нас Подойти К ней И она бы Нас всех Вместе Перенесла Телепортом Карнавал Там бы Мы с ней Поговорили Она бы Объяснила Все Что К чему И по сути Унесла Нас Из этого Вместо Где мы Не победили По сути То есть Мы не победили Безысходность Мы Не смогли Спасти Кучу людей Ну и Как бы Персонажи Умрут Только те Которые Будут До последнего Сражаться Вот Остались Там Умирать Да По большому счету Да Именно Вот Вот В этом Я так понял Он Забрал Одна Смага Потому что Хотел Чтобы Мы Сами Попрошались Сбежать Чтобы Потому что Единственное У нас Рейк Только Мог Нанести Нормальный Урон Для Этого Харки Дрона Ну как Мы Сбежать Вы Сбежать Весь Урон Который Мог Нанести Паладин Он Нанес У него Закончились Ячейки Маги Да Ну В принципе Что случилось Что случилось Конечно Но Я думаю Можно Было Конечно Закончить Немножко По другому Ну Судя Вообще По персонажам Это Их Характеру Морковка Могла Сбежать А Драгнир Скорее Сбежать Ну Весьма Может Быть Ну Я Могла Очень Высок Шанс Того Что Морковка Драгнира Остались Быграться Всегда Остальные Как И Случилось Да Вадим Помахал Ручкой Да Я Тебя Два Раза Поднял Из Далека Алло Два Раза Я Сделал Что Причем Первый Раз Когда Ее Подняла Она Такая Встала В безопасном Первый Раз В безопасном Месте Встала Такая Пойду Драться Опять И побежал Умирать Морковка Это Слабоумие И отвага Мы Это Давно Выяснили Так Дальше Следующий Совет Это Можно Создать NPC Который Будет Помогать Персонажам Ну Это Как Той Самой Женщины Которая Не Могла Телепортироваться Больше Двух Я имею в бою Допустим Если смерть Грозит Персонажу То есть Ходим Особо Смерть Персонажу Но Хотел Он Помог Широ В принципе Он Во-первых Маг Ну То есть На Будущее Он Какой-то Там Могущественный Дядька Который Умеет Всякие Штуки Делать В принципе Если Он Знает Что Грозит Опасность И Эти Люди Ему Помогли Несколько Раз Понимать Что Они Хорошие Ребята И Помощь Нужна И Он И Может Это Сделать Скорее Всего Он Придет Но Только Если Будет Знать Что Там Что Что Происходит Плохое Вообще Я скажу Что Раз Коль Ты Гэм Ты Можешь Сделать Так Что Персонаж Который Готов Помогать Он Может Просто Тупо Проходить Мимо Легеном В ближайшем Районе Оказаться И Слышать Эту Битву Или Типа Того Расследовать Расследование Тэж Гэм Тюрьму Направить В случае Если Хочешь Спасти Своих Игроков Любой Момент Как Б Есть Желание Квенту Всю Предысторию Как Он Там Оказался Ты Сам Можешь Придумать Главное Делать Ее Продопот Да Ну Собственно Да Следующий Пунктик Следующий Совет Это Можно Подготовить Храмы Или Места Или Какие-то Артефакты Неподалеку Которые Могут Оживить Персонажи Ну Это Тупая Реальность Не Хочешь Это Уже Спорно На самом Деле Я Потом Выскажу Это К тому Что Если Твои Персонажи Умели По Нелепой Случайной Стилиц Если Ты Не Хочешь Чтобы Персонажи Твои Умирали Ты Можешь Действительно Скажешь Что Вот Кто Неч Выжившему Ты Вспомни Что Где-то Недалеко Буквально В двух Милях Отсюда Находится Старый Храм В котором По Легенде Бил Какой-то Родник Оживляясь С живой Водой Но Скорее Всего Он Давно Типа Затерян И Умирали Почему Нет Да Это На самом деле Напрямую Зависит От Стиля Повествования Ваш То есть Само ДНД И сам Сетинг Вот этого Фейруна Он не обязывает Мы не Про ДНД Сейчас Мы Про Общую Про Вообще Я Просто К примеру Говорю И так Скажи Так С Большинством Игр Он Не Обязывает К Прямой Смерти Всего И Всех Безыходности То есть Вы Можете Как И Безысходность Темный Сетинг Темный Мир Отыгрывает Так Лейдер Спани Радуга И Что Все Живут Бесконечно Ну И Конечно Самое Нормальное Это Какой-то Баланс В Дуэти Вот И Ну Например Тот же Тот же Пример Можно Привести С К То есть Например Даня Любит К К Такой Безнадежный Где Все Умирают Там Все Заражается Мясо Я Не Скажу Что Я Люблю Прямо Что Все Умирают И Заражаются Я Люблю Больше Реализм Чтобы Было Это Не Если Женя Хотел Преподать Примерно В стиле Безысходности У нас Скорее Все Умерли И Все Было Очень Плохо Но Это Все Напрямую Зависит От Вас И Воскрешать Бесконечно Персонажей Тоже Не Очень Хороший Вход Потому Что Во-первых Персонажи Не Будут Ценить Правильность Поступков И Раздумий Перед Тем Как Что-то Сделать Потому Что Если Они Что-то Сделают Не Так Ну И Потом Оживят Ну И Что Поэтому Нужно Как бы Сохранять Баланс Да В редких Случаях Когда Вы Считаете Что Правильно Лучше Воскресить Делайте Это Но Злоупотреблять Этим Абсолютно Не Нужно И Зачастую Лучше Просто Убить Персонажа Чем Да Следующий Пунктик Вернемся Все-таки К нашим Баранам Сейчас Я попытаюсь Починить Это Гребаный Аааа Собака Отстань Дядька Отстанет Что за Скотина Такая Ладно Мне будет Проще Таким Образом Но Если Я Откинусь Будет Проще Мечтать Все-таки Следующий Пунктик Который Советует Это Вводить Новых Персонажек Если Ушел Доводится Вводить Нового Перс То Вводить Новых Персов Такого же Уровня Которого Они Были Предыдущие Персонажи Но Это Логично Потому Что Если Днг Или Подобных Систем Логично Потому Что Если Будет Водиться Персонаж Кусом Многие Гм Я знаю Любят Наказывать Игроков За Смерть Снижая Их Уровень Или Делая Вообще Первого Уровня Я С меньшими Возможностями Нежели Твои Его С Партийцы То Это Одно Вообще Печально Поэтому Я думаю Шанс Нискоуровневый Персонаж Имеет Намного Больше Шанс Случайно Откинуться Поэтому Если Никак Конечно Это Игрок Кенни Который Приходит И Постоянно Умирает Ну И Желательно Перекидывать Опыт Типа Именно Не Уровень А Опыт То Например Человек Набрал 8000 Опыта И Позвольте Создать Персонаж Сказать Что У тебя Столько Опыта Сколько Приды Еще Потому Что Если Например В ДНД Пятый Уровень Это 6500 Опыта А Седьмой Уровень Это 14000 Опыта То Чтобы Набрать Следующий Уровень Те Нужно 7500 Это Больше На Полторы На Сколько На 2000 Чем Добраться До Короче Велика Вероятность Того Что Все Будут Более Высокого Уровня Саня Я слежу За тобой У тебя Что-то Все Плохо Да Ладно Перевернемся Нашим Бараном Значит У меня Следующий Последний Совет В этом Разделе Это Делать Новых Персонажей Связанным С Историей С Историей Которой Вы Играете Обще Строили С Другими Игроками И это Классный Совет Потому Что Таким Будет Образом Гораздо Проще Ввести Нового Персонажа В игру И Как-то Связать Его С Общим Повествование Потому Что Мы Все Знаем Как Сложно Валить Новых Игроков Новых Персонажей Как-то Знакомить Делать Придумать Цель Отчего Новый Перс Пришел В эту Игру Поэтому Да Поэтому Лучше Делать Как-то Связанными С Историей Или С Игровым Персонажей Мы Кстати С Санькой Придумали Примерно План Как Можно Вести Нового Персонажа Дезмонда Чем Вам С Санькой Придумывать Мы С Женей Уже Все Обсудили Да Я Понимаю Но Просто Мы Можем Просто Тоже Поговорить Что То Хотят Сделать Наши Персонажи Может Быть Исходя Из Наших Желаний Ты Решишь Вести Его Именно Так Или Решишь Вести По Другому Расскажите Мне Потом Ладно Следующий Раздел Что Происходит После Смерти В Дн Вот Чтоб Вы Знали Что Происходит С твоим Персонажем После Его Смерти Просто Справка Классно Все Умерли Мы Отыграем Просто Профессионально Итак Если Тебя Убил Лич Или Кто Кто Поглощает Души То Можно Считать Что Это Как бы Да Это Конец Как бы Тут Можно Реально Создавать Нового Персонажа И Даже Не Пытаться Его Каким То Образ Воскресить Если Тебя Убила Нежить То Ты Собственно Возвращаешься Как Нежить Чаще Всего Становишься Таким Ж Грустным Блуждающим По Миру Покойником С Рядом С Твоим Товарищем Да И Скорее Что Будешь Без Ну То Сознание То Его Не Будет Твоем Предыдущем Теле Твоя Душа Заперта Твоё Твоё Тело Не Убрёт Так Что Ты Будешь Очень Рад Если Тебе Придёт Какой Ни Паладин Или Жрец Я Расхренач Твоё Бренное Тело И Всё Так Если Тебя Беловычная Твари То Ты Отправишься Либо В рай Либо В ад Если Так Можно Назвать ДНД Миры Либо Остаешься В Лимбо Лимбо Это Стена Называется Я Насколько Помню Короче Там Достаточно Большой И Попадаешь Ты Туда И Если Ты Верил В Какого-то Бога И Прям Хорошо Хорошие Какие-то Вещи Делал Одобряемые Этим Богом То Бог Этот Забирает Тебя Из Этого Города К себе Если Ты Верил В Этого Бога Но Где-то Очень Сильно Провинился То Ты Скорее Будешь Работать Некоторое Время В этом Городе Обеспечивая Его Работоспособность Или Работая На Распределении Мертвых Душ Или Что-то Типа Этого Если Ты Был Прям Каким-то Еретиком Безбожником Или Нарушал Какие-то Прям Вообще Запреты Которые Никому Нельзя Нарушать То Ты Скорее Будешь Томиться В Стене Плача Или Как Это Том Да Я Не Понятно Стена Стена Туш Короче Она Окутывает Этот Город По Кругу Души В ней Медленно 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 Усыхают И Пропадают Навсегда Но Можно Сопоставить Эту Смерть Со Смертью От Леча Да Эта Смерть Растянута И Если Кто-то Захочет Вас Спасти Он Может Как-то Найти Вашу Душу В этой Стене И Попытаться Что-то Из Ее Как-то Оттуда Вытянуть И Вернуть В мир Живых При этом Еще Нужно Будет Найти Тело В Которое Вселить Или Воскрешение Создать Тело Тут Уже Сложнее Да И Естественно Всякие Демоны Дьяволы Могут Души Захватывать Всякие Оружия Которые Души Пожирают Тоже Могут И Захватывать Саня Только Что Вырвалась Из рук Маньяка Просто Разорвал Его На части И Сейчас Бегает Окровавленная По лесам Саня Молодец Да Собственно Говоря Можно Если Вдруг Вы попали Ваш Персонаж Попал В рай Или А Там Можно Найти Кого Низ Боссов И Договориться С ним О том Что Давай Ты меня Воскресишь Я вернусь На Грешную Землю А За Это Он Естественно Потребует У тебя Какую Нибудь Сделку Договор Который Тебе Надо Потом Выполнять Ну Опять Так В зависимости От того Где Вы Оказались Настолько Суровый Будет Договор Поэтому Тут Спортный Вопрос Ну И Собственно В Еще Один Из Вариантов Это Если Ты Хорошо Служил Своему Божеству Он Считает Один Из Своих Близких Служителей Он Может Даровать Тебе Какой То Чин Полу Боже Как Солярисы Называются И Он Может Вернуться Как Не Твой Игрок А Как Какой НПС Который Может Направлять В каких То Моментов Своих Старых Друзей Или Что Типа Этого Может Где То Даже Помочь Это Тоже Интересный Момент Да Ну Надо Помнить Что Возвращение Смерти Всегда Происходит С Последствиями Так Или Наче Если Вернешься В мир Вернешься С какой-нибудь Болячкой Или С какой-нибудь Без руки Без ноги В общем Какое-то Последствие У тебя Будет Так Или Наче Ухудшение Твоего Состояния Организма Поэтому Стоит Подумать Возвращаться Таким Какой Ты будешь Или Возвращаться С новым Персонажем Поэтому На ваше Усмотрение С этим Параграфом Тоже Закончил Следующий Параграф У меня 7 Подсказок Как Смириться Со смертью Персонажей НПЦ То есть Да Здесь Будет И подсказки Для игроков И для ГМов Отдельно Мы все Тяжело Переживаем За наших Персонажей За персонажей Наших друзей Поэтому Как Смириться С этим Делом Как Принять Эту смерть Вообще Чтобы Не сильно Оплакивать Ну Для игроков Для начала Первый Пункт Возможность Смертей То есть Да Неважно Какой серинг Вы играете Какую Настольную Ролевую Игру Вы в принципе Выбрали Там может Присутствовать Смерть И ГМ Может об этом Вам сказать На нулевой Сессии Что Типа И насколько Она возможна Он может Сказать В процент Даже Допуская Насколько Возможна Смерть Вашего Персонажа И вы будете Уже решать Будете играть В эту игру Или нет Вы можете Выразить Своё желание Что Не бояться Просто Знать Что Это Возможно И Даже Скорее Сего Произойдет Во время Игры Второй Тупогеройка Тупогеройка Это Прям Она Что Но Это Может Быть Просто Настолку Превратиться Если Бессмерти Небой Второй Пункт Это Подумать Что Может Дать Вам Это Смерть Персонажа Вашего Вот У вас Умер Персонаж И Что Это Вам Дает Во-первых Во Время Игры Это Вам Дает Чувство Волнения И Переживания За Вашего Перса Так Иначе За То Что Он Может Умереть Второй Пункт Это Вы Используете Больше Стратегии И тактики Во время Сражений Чтобы Избежать Гибели Персонаж И Третий Пункт Это Придет Эпичности Героики Потому Как Допустим Давайте Вспомним Пластелин Колец Помните Там Этот Бел Перс Шон Бин Шон Бин Вспомнил Который Персонаж Зову Актера Зову Или Шон Бин По-моему Зову Который Стэн Убирает Вспомнить Пластелин Колец Когда Он Изначально Когда Отправился Братство Кольца Отправилась В поход И Шон Бин Пытался У Фродо Вот Этого Персонаж Пытался У Фродо Выпросить Это Кольцо Он Говорил Типа Что Фродо Сбежал И На них Напали Орки Он Пожертвовал Собой Ради Фродо И Ради Того Чтобы Фродо Донес Кольцо Потому Как Он Осознал Свою Ошибку Он Осознал Что У Фродо Большая Тяжесть Скажем Так В этом Кольце Да Барамир Спасибо Большое Он Осознал Всю Тяжесть Этого Ноши Фродо И Что Он Сам Не Справился И Поэтому Он Пожертвовал Собой В него Стрелы Прилетали Орки Попротыкали Тысячу Раз Это Очень Круто И На самом Деле Отражает Полностью Этот Пунктик Что Передает Эпичности Герой Потому Как Твой Персонаж Запросто Может Осознавая Близкость Смерть Приближение Смерти Ворваться В толпу И Пожертвоваться Собой Ради Своих Товарищей Мне Кажется Это Довольно Круто Следующий Пункт В этом Параграфе Это Как Смириться Со смертью Персонажа Это Отигрыш Можно Лучше Вжиться В персонажа Допустим Когда Твой Персонаж Умирает Вот Как У нас Было Влад Гарбузов Прости Снова Спойлеры Когда У нас Последняя Последняя Серия ККД Откинулся Персонаж У них Был момент Когда Они С Акай Беседовали Потом После И Получился Довольно Драматичный Момент Получился В этой Беседе Ребята Вжились В роли Отыграли Довольно Хорошо И Получилась Клевая Драма На самом Деле И Это Тоже Какой-то Плюс Потому Что Я считаю Если Твой Умирает У Тебе Уже Нечего Терять Ты Можешь Раскрыться Как Хотел Уже Нечего Скрывать Ты Можешь Высказать Все Что Хотел И Собственность Твоих Тиммейтов Уверив Что Ты Так И Хотел Как Сделал Например Дезвен И Это Тоже Будет Неплохим Знаком Или Наоборот Сказать Давайте Ребята Я Верю В Вас Замочите Эту Гниду За Меня Отомстите Да Да Вполне Это Тоже Круто Четвертый Пунктик Это Как Смириться Со Смертью Персонажа Это Всегда Держать На готове Дополнительного Персонажа Сертификата Смерть Сертификата Смерть Это Понятно Дел Умей Всегда Подругой Но Дополнительный Персонаж Ты Ну Можешь Сказать Что Ты Немного Психологически Всегда Готов К тому Что Твой Персонаж Нынешний Умрет И Что Тебе Надо Будет Водить Нового Это Конечно Не Очень Прикольно Именно В Плане Того Что Ты Ну Я Сейчас Для Себя Прокрутил В голове И Например Если Кто-то Очень Сильно Переживает Например За Свою Персонажа И Прям Вот Трясет Аж Как Он Не Хочет Чтобы Чтобы Он Умирал Придумайте Свет Еще Более Крутого Персонажа Продумайте Все Его Становление Всего Уровня Предысторию И Положите Его Рядышком И Для Вас Не Будет Таким Сильным Потрясением И Внутри Себя Вы Даже Будете Где-то Немножко Рады Что Поиграете За Новый Персонаж Это Будет Не Так Словно Как Бы Не Превратилось Это Значит В Суицид Миссию Когда Ты Пытаешься Покончить Своим Нынешним Персонажем Чтобы Играть За Нового Это Минус Если Вы Сделали Настолько Классного Что Старый Начал Надоедать Что Звучит Печально Честно Говоря Что Подделать Мы Обсуждаем Сегодня Печальную Тему Дальше У меня Три Совета Для Гэмов Как Пережить Смереть Со Смертью Персонажа Первый Совет Это Не Перебираться Смерть То Если Ты Играешь Кампейн Или Играешь Пускай Модуль Который Тебе Занимает Несколько Несколько Встреч То Не Стоит Каждый День Убивать Одному Персонажу И Заставлять Делать Новых Это Во-первых Глупо Во-вторых Это Ну Это Не дает Развитие Сюжета Не Ускрывать Персонажа Это Ну Это Тупо И Желательно Дать Персонажу Ну Это Скорее всего Никогда Не будет Получаться Но Стараться Не убивать Персонажа Пока Он Не раскрылся И Не Полюбился Да Можно Так Да Потому Что Особенно Если Для Декорительной Кампейн Это Какой Какой Смысл Убивать Персонажа Ну То есть Это Не Получится Никакого Отклика От Смерти Персонажа Ни Эмоционального Ни Смыслового Если Персонаж Никому Не Полюбился Даже Тому Кто За Него Играл Не Раскрылся Ну Это Будто 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 С Да Именно Так Следующий Пунктик Это Придумать Интернетиву Смерти Это Может быть Похищение Допустим Персонажа Могут Не Убить А Забрать Куда Нибудь Насильно В рабство Его Могут Увести На Другой План Если Мы Говорим Про Сеттинг Тух Или Киберпанк Например Его Могут Разобрать Запчасти Этот Персонаж Может Остаться Какой Микросхем Или В общем Коты Чтобы Он Напал На Своих Додей Вполне Себе Конечно А Как У нас В Аматар Он В принципе Перевоплотился Просто В нежити И сбежал Но Он Не Мертв Ну Он Мертв Но Технически Нет В смысле Я думал Он Бредет По Морю Где Может Бредет Сейчас Кто Знает Следующий Пунктик Последний В этом Параграфе Это Нужно Отыграет Смерть Серьезно Он Обосрался Когда Убер Но Это Такое Себе И Поэтому Честно Сказать Мне Не Очень Понравилось Финал Ведьминого Пика Опять Таки Не В обиду Будет Паша Сказано Но Когда У нас Эти Ребята Драгнир И Морков Умирали Они Умерли В своей Блевотине И В желудке Кракена Но Это Было Ужасно Я Понимаю Реалистичность Но Все Это Было И Грустно Было Больше Смешно Нежели Грустно Поэтому Это Было Не Самое Лучшее Смешно Первая Компейн Которую Мы Играли Как Назовался Не Природа Там Как Мы Не Очень Давно Играли И Смерть Бедного Котика Не Очень Была Отыграна Это Да Но Он Драматично Приходит С Опытом Приходит С Хорошо Кстати Смерть Дезмона Мне показалось Да Да Вы Молодцы Дальше Переходим Следующий Параграф Он у меня Без названия И Дайте Уисполнить Что У меня Здесь Записано Я Не знаю Что Это За Характер Ну В принципе Тут Тоже Советы По Поводу Того Как Сделать Смерть Более Воспринимаем Запоминающийся Первое Это Как уже Обсуждалось Обсудить Смертоносность Игры Мы Говаривали Они будут На этом Зацикливаться Второе Сделать Смерть Очевидно То есть Давать Предупреждение Тоже Обсуждали Это Что Персонажи Чтобы Дать Предупреждение Персонажам Что они Могут Это Предотвратить И что Эта Смерть Грядет Чтобы Они Понимали Опасность И рискованность Это Чтобы Персонажи Особо Не переживали Попал от того Если человек Умрет Третий Пункт Не стоит Планировать Смерть Кого То есть Если ты Мастер И ты Сидишь Уже Заготовив Что Вот Это Сдохнет Точно По-любому Сдохнет Толрон Он Не Доживет На Третьем Сезон Так Делать Не Надо Потому Как Но Это Должно Сделано Случая За Ошибки Персонажи Или За Может Быть Сложные Битвы Четвертый Пунктик Можно Дать Игроку Возможность Описать Последний Обсуждали Можно Дать Игроку Описать Последний Момент Жизни То есть Вот Этот Момент Когда Он Убирает Но Игрок Может Описать Сам Чтобы Это Было Эпично Может Кинуться В кучу Врагов Допустим Они Растерзают Или Он Может Взорваться Или Типа Того Ну Или Как Во время Битвы Что-то Глупо Будет Во время Битвы Со всеми Общаться Дать Хотя бы Какой-нибудь Возможность Пообщаться Во сне Как у нас Было Либо Оставить Последнюю Записку Какого-нибудь Ну Что Не Такое Что Могло Быть Персонажу Высказаться Напоследок И дать Скаж Что Ты Хочешь Делать Напоследок Я Достаю Рокет Бэкпэк И Улетаю На Следующий Пунктик Не Стоит Наказывать Огрока Опытами Под Тем Подобным За Смерть Но Тоже Мы Обсуждали Что Смерть Персонажев Априори Это Сложный Процесс В плане Того Что Трудно Переносимое И Чем-то Давать Наказание В виде Штрафов Или Типа Того Персонажу За Это Но Не Стоит Скаж Коплэй Пис Да Смерть Игроков Зависит Не От Мастера В первую Очередку Да Мы Согласны Он Зависит Не От Мастера Зависит Возможность Предоставляемая От Игрыша Смерти Мастер Описывает Что Происходит Он Может Сказать Все Ты Умер Ты Умер А Можешь Сказать Вот Ты Понимаешь Что Нанесенная Тирана Смертельна Да У Тебя И Что Сделать Да Блин Я Одела Красную Майку Которая Очень Сильно Выделяется Нет Домашься Сойти За Трупа Я Не Знаю Я Слышу Дыхание Что Это Не Страшно Ладно Следующий Следующий Пунктик В Этой Нашей История Это Если Есть Кто 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 Может Воскресить Игрока Сделать Из Этого Квест И Сделать Его Известной Личностью То есть Там Может Какой Немный Друид Если Это Дн Друид Которого Сложно Найти Но Про Него Все Слышали В Деревне Допустим Который Здорово Который Воскрешает Животных Допустим Из Мертвых Или Это Может Быть Древний Артефакт Который Реально Сложно Допустим Как у Нас Есть Камень Воскрешения И Чтобы Его Отыскать Ребятам Я могу Обещать Потребуется Очень Много Сил И Очень Много Времени Посему Они Будут Сами Решать Стоит Заниматься Этим Дерьмом Или Нет Воскрешение Из Смерти Должно Быть Реально Сложным Процессом Не Так что Умер Воскрес Пошел В таверне Побухал От перепоя Опять Умер Тебя Опять Воскресили Ты Пошел Сошли Потрохался И Это Три Не Должно Быть Такого Ну Да В смысле Не Должно Позаразить По улице Воскресим Того Так Сейчас И Последний Пункт Седьмой Сделать Вместо Смерти Что-то Интересное Опять Так Это Мы Тоже Обсуждали В плену Как сайт Квест Потому что Можно Было Этого Персонажа Воскресить Ну В плане Вернули Смена Это Может Он Может Обратиться Обратно В то Что Внежить В эту Самую И Попытаться Остановить Ребят Стать На сторону Узла Скажем Так И Всяко Может Быть Любые Варианты Возможно Дальше У меня Идет Параграф Называется Десять Вещей Которые Могут Обсуждаем Смерть Я думаю Это Будет Настолько Думаю Справедливо Будет Попробовать Обсудить Такие Темы Итак Первый Пунктик Это Называется Сумка Пожирания Это Сумка Пожирания Она Замаскирована Под сумку Хранения Мы Знаем Что Сумка Хранения Так Вот Сумка Хранения Это Насколько Я помню Бездонная Сумка В которую Можно Засовывать Да Все верно Все верно Ну Там Мир и объем Но тем не менее Да Она Именно Это Имеется Ввиду Она Особо Ничего Не весит Ты можешь Самоносить Дохерящ Предметов А вот Сумка Пожирания Она Очень Похожа На Сумку Хранения А ты Запихиваешь В нее Всякие Вещи Которые Ты Нашел Блин Сейчас Секунд Я Пытаюсь Встать Ты понимаешь Что Сумка На самом деле Такой Организм Который Пытается Сейчас Тут Зажрать И Засасать Тут Даже Не в этом Дело Она Не Жрет Тебя Это Не Мир Какой Нибудь Она Жрет Все Предметы Которые Не Опущены То Нежно То Что Они Будут Там Храниться На деле Они Просто Пропадают Ты Можешь Сумку Хранения Ты Можешь Запихнуть Даже Своих Товарищей Потому Что Они Не Будут Разлагаться Типа Типа Запихнуть Звездной Товарищ Чтобы Пронести Куда Нибудь Спрятанных А Представь Себе Сумку Пожирания Который Запихнешь Своего Товарища Чтобы Потом Типа Его Это Самое Туда Вытащить Неожиданный Момент А Там Не Второй Вторая Вещь Которая Может Хуже Чем Смерть ДНД Это Заклинание Квест Я Честно Гоглил Это Заклинание Я Не Смог Его Отыскать Возможно Какой Хом Рюш Заклинание Типа 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 Квест Или Еще Называет Гер На Английском Заключается Оно В том Что Таидит Твою Мать Сейчас Секун Я Убегу Заключается Таня Например Тебе Нужно Пройти Весь Земной Шар И ты Должен Его Выполнить Тебе Ничто Не Может Помешать Это Выполнить Дело Ты будешь Ити Пока Твои Ноги Не Сточатся К Херам До Самых Яиц Ты будешь Двигаться Вперед Ты пока Не умрешь Или пока Не сажу Тебе Птицы Ничто Не Сможет Тебе От От Этого Квеста Отречь Ты будешь Делать Пока Не сдохнешь Как Это Заклина Называется Квест Или На Английском Еще Гир Его Называют Не знаю Я пытался Найти Но Чуть У меня Не вышло Третий Третий Пунктик Это Потеря Божественная Связь Ну Допустим Представим Себе Что Попадаем Какой Нибудь Другой Параллельный Мир Другой Другой План И Внезапно Мы Осознаем Что Мы Жрец И У нас Нет Здесь Связи С Нашим Божеством То есть Мы Не Можем И Магию Не Можем Обращаться К Божеству Вообще Ничер Не Можем Потому Что У нас Здесь Нет Связи С Ним И Это Довольно Суровая Вещь Особенно Если Ты Не Можешь Переместить С Божеством Все Планы Наш Центральный Мир На котором Фейрун Находится И Побережье Все Остальное Это Центральный Мир Поэтому От него Примерно На Одинаковом Удалении Находятся Все Другие Планы Божеств Всего Остального Но Если Ты Хочешь Переместиться В Какой-то Другой План Тебе Нужно На самом Деле Уточнить Насколько Далеко Он Находится От План Твоего Божества Может Быть На самом Деле Очень Близко И Твоя Магия Станет Намного Сильнее Или Может Быть Слишком Далеко И Твоя Магия Практически Потеряет Силу Но Я Думаю Тут Тоже Мастер Может Придумать Много Туч Например Какое-то Время У тебя Там Побегает Твой Персонаж Без Магия Потом Узнает От Какого Нибудь Местного Того Я Слаба Но Ты Можешь Все Таки Вот В Этой Пещере Найти Кристаллы Усиливающую Связь С твоим Божеством И Его Будет Достаточно Получить Достаточно Сложным Он Позволит Тебе Творить Так же Как Раньше Кто Еще Может Фантазия Да Меня Щас Убьют Но Не Унимание Саша Я же тебя Спасти Пытался Был Совсем Рядом Чтобы Спасти Тебе В чем Твоя Проблема Я Понимаю Промо Моя Проблема Была То Что Я Висела Нормально Спокойно На Этом Крюке Висела Нормально Пришел Я И Подошла Черная Челка Которая Принесла За собой Убийцем Она Меня Конечно Сняла С Крюка Но Он Сразу Меня Поднял На Этот Крюк Ладно Колючка Пиратах Вообще Прописано Что Герои Не Умирают Откуда Сложные Условия Так Что Какой Персонаж Не Убор Кархель Где-то Там Вроде По Борделям Спасибо Спойлер Следующий Пунктик Страшнее Смерть Это Заклинание 9 уровня Называется Заточение Я Почитал Про него Это Очень Суровая Штука На самом Деле Это На Тебе Цепляются Магические Оковы Которые Из-за Которых Ты И Не Дышишь И Не Со Что Умерла Да Я Могу Прочитать Не Я Прочитаю А ты Не Дышишь Не Ешь Не Пьешь И Стареешь Но Ты В Сознании Все Время И Что Можно Делать Помощь Законания Можно Тебя Захоронить Глубоко Под землей Можно Уменьшить До Размера Двух С половиной Сантиметров И заточить В камень Можно Перенести На Небольшой Магический Мини план Это Типа Лабиринт Или Какой Башня Типа 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 Можно Усыпить Навсегда Или Навсегда Приковать Какого Ни Одного Места Это Просто Жесть Ты Не Можешь Умереть Ничего Сделать Не Можешь Ты Либо Прикован Либо Закопан Либо Ты Спишь Всю Вечность Либо Шляешься По Херам По Вековому Лабиринту И Это Просто Хардкорное Заклинание И Реально Страшнее Смерти С одной Сторон Страшнее С другой Сторон Наоборот Это Может Быть Путем Какому Нибудь Интересному Квест Но Спор Нет Мы Сейчас Не То Что Она Будет Интересно Квест Она Не То Что Страшнее Реально Смерти Как Будь Будешь Спать Будешь Делать Если Ты Будешь Приконько На Если Если Цель Пройдет Спас Бросок Мудрость Она Получает А хочешь Поиграть За Маньяка Да Хотя Я себе Такого Танцора Диска Вижу Давай Покинем Группу Сейчас Ты Создашь Игру Там Есть Смотри Пунктик Быть Стать Убийцей Щелкай Приглашай Меня Я Вычитал Прикольную Часть Этого Заклинания Тут Написано Что Если Цель Проходит Спас Бросок Мудрость Она Получает Иммунитет К Заклинание Обсуждаем Именно Что Если Получится Что Получится Заклинание Просто Я Продолжу Немножко Мысли Вдруг У вас Паническая Атака При Звуках Заклинания Затачения То Вы Можете Найти Какого Нь Мага И Попросить Его Наложить На вас Заклинание Если Вы Пройдете Спас Бросок Вы Получаетесь Временные Рамки Не Написан Я Пригласила А Нет Подожди Не Шли Так Что Это Не Работа Я Проговора Я Сейчас Промаю Присоединиться Не Не Могу Присоединиться Приглашай Меня Так Это Получается Нажать Стать Убийцей Да Нажимаешь Стать Убийцей Там Появляются Плюсики На Игроках Нажимаешь На Плюсик И пригласить В группу Приглашаешь Меня Так Ладно Следующий Пункт Страшнее Смерти Что У нас ДНД Это Потерять Что То Из Своей Статы В плане Того Что Если Твоя Сила Уменьшится Интеллект Уменьшится Харизма В общем Что-то Из этого Может Уменьшиться И Дойти До Нуля Может Дойти Представьте Силу Ноль Или Харизму Ноль Или Интеллект Ноль Что-то Забревно Такое Будет Лучше Сдохнуть Мне кажется Здесь Правда Лучше Смерть Я Наверное Да Не Подкину Плохую Идею Для моего Персонажа Но Например У меня Персонаж Напрямую Завязан На силе И То Как Я Хочу Развивать В Будущем Если Моя Сила Упадет Ниже 18 То Я Не Смогу Пользоваться Практически Основным Своим Оружием Так Что Если Вы Хотите Придумать Тоже Какой То Интересный Квест Типа Этого Можно Для Такого Персонажа Понизить Его Характеристику Каким Проклятием Или Еще Чем Нибудь И В Ходе Этого Квеста Он Может Привернуть Себе Силу Интеллект Мудрость Будет Прикольно Если Вы Возьмете Какого Нибудь Мага И Сделаете Интеллект Све Ладно Следующий Пунктик Это Потеря Уровней Ну Да Если Ты Допустим Еще Жив Но У Тебя Какая Нежная Есть Я Знаю Монстры Которые Высасывают Тебя Весь Твой Жизненный Опыт Если Тебя Высасывает Твой Опыт Копленный Годами Скажем То Это Очень Печально Мне Кажется Это Более Более Саня Не Понял Ты Один Один Посмотрим Давай Следующий Пунктик Это После Воскрешения Оказаться Дни Дееспособным Что Тоже Печаль Ты Можешь Воскреснуть Без Ног Ты Можешь Воскреснуть Без Способности Своих В общем Ты Можешь Воскреснуть Ничем И Чем Это Жить Казалось Б Лучше Смерти Еще Один Следующий Последний Пунктик Заклинания Под названием Желание Это Как касается Как Тех Кто Загадывает Желание Так И Тех Кто Желание Впоследствии Ощущает И Желание Потому Что Во-первых Ты Можешь Во время Своего Загад Когда Ты Загадываешь Загадывать Желание Ты Можешь Шибиться В Формулировке Ты Можешь Сказать Что Это Не То И Все И Пойдет Все Пойдет По Вебороде Например Ты Можешь Сказать Что Хочешь Чтобы Все Мои Родные Оказались Живы Они Могут Воскреснуть В могилах Своих А Чем Тебе Как Тебе Такой Илон Маск Умереть Еще Раз Они Живы Чем Больше Чем Больше Чем Больше Я Не знаю Как Это Правильно Объяснить Чем Больше Значение Имеет То Что Вы Просите Тем Сложнее Это Выполнится Тем Больше Шанс Что Это Выполнится Не Так Как Вы Хотите Да Да Поэтому Да Это Довольно Суровая Штука Ладно Перейдем К Следующему Параграфу Это 11 Способов Сделать Смерть Значимой То Чтобы Игроки Боялись Смерти И В принципе Она Была Ну Немного Весомей Где-то Витает Рядом Ой Привет Она Была Немногим Весомей Чем Это Привычно Читать В ДНД Итак Первый Способ Здесь Честно говоря Не со всеми Пунктами Я Согласен Они Могут Быть Немного Утрированные Поэтому Сейчас Мы Будем С вами Немножко Это Обсуждать Первый Способ Это Изменять Изменять Много Правила Ну Это В принципе Логично Ты Когда Геймишь Во время Игры Ты Можешь Вполне Себе Менять Какие-то Правила И Делать Их Либо Сложнее Либо Легче На свое Усмотрение И Это В принципе Нормально Не Считаю Здесь Ничего Сложного Но Тем Не С помощью Каких-то Правил Можешь Смерть Немного Ближе К Воскрешение Это Именно Поднятие Из Потерянного Сознания Ну Хорошо Да Их тоже Можно сделать Суровее Ты можешь Подниматься Без сознания Но Я не знаю Без руки Ну Это Слишком Ну Я к примеру У тебя То же самое Воскрешение В принципе Можно сделать Гораздо Суровее Нежели Оно Есть Какие-то Правила Есть У тебя Штрафы Какое-то Время Идут По-моему Если Ты Воскресаешь Из Мертвых Но Это Они Временные А Ты Можешь Сделать Либо Эх Постоянными Либо Эти Штрафы Сделать Гораздо Больше Чем Они Есть На самом деле Окей Следующий Пунктик Это Уменьшать Показатели Статистики Ну Опять Так Если Ты Воскресаешь Из Мертвых То Твои Вунды Статистики Будут Уменьшаться И Это Очень Прискорно И Очень Печально Для Игрока Я думаю Все Это Понимают Четвертый Пункт Некоторые Расы Не Могут Быть Воскрешены Интересный Пункт Потому Что На самом деле Если Ты Играешь За Какой Нибудь Раз Которая Не Может Быть Воскрешена Остальные Могут Тебе Мало Тоже Обидно Постоянно Постоянно Стреем Постоянно Сознаешь Что Вот Ты Можешь Умереть Тебя Никто Допустим Эльфы И они И так Живут Ихер Нахер Ихер 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 По договоренности Следующий Пунктик Блин Где все Слушай Я не могу Найти Ни одного Генератора Следующий Найти Ни одного Человек Потому Что Я И Человек Следующий Пункт Это Потеря Уровней Но Это Мы Уже Обсуждали Потеря Уровня Действительно Печальная Веща Мне Мне кажется Ее делать Не стоит Потому Что Это Слишком Обидно Но С одной С одной Стороны Слишком Обидно Но Если Ты Можешь Предоставить Выбор Персонажу То Ты можешь Воскреснуть А можешь Отказаться От этого Воскреснишь Ты получишь Такой Дебаг Если Человек Очень Обожает Свои Персонажи И вот Потеря Допустим Одного Уровня Для него Никто Не Значит По Сравнению С тем Что Он Буд Следующий Полтик Это Магия Воскрешения Будет Очень Дорогая Это Может Быть Дорогая Цена Не Только По Факту Ценности А Это Может Дорогая Именно В плане Самом Пожертвования Или Типа Того Но Действительно Можно Сделать Магию Воскрешения Реально Труднодоступной И Это Усложнеет Жизнь Как И Горокам Так И В Принципе Будущему Воскрешению Вообще На самом Деле Воскрешение Очень Такая Сложная Штука Потому Что Например Что Воскресить Одним Из Самых Топовых Воклинаний Воскрешения Тебе Нужно Помимо Того Чтобы Цель Должна Быть Согласна Воскреситься И Не Так Что Прожив Уже Какое То Время На Другом Плане Возможно Улетев К Своему Богу Или Отработав Своё Задание Переместясь На Какие-то Высшие Планы Которые Кто Не Знает Что Он Захочет Возвращаться В этот Мир Это Первое А Второе Еще Воскрешающий Должен На Одном Плане Вместе С С С С С С Например Если Мы Хотим Воскресить Морков То Нам Скорее Сюда Нужно Попасть В Ревен Лофт На Этот План Ну Не Факт Но Возможно Ну Я Просто Горю Как Это Должно Быть По факту Если Это Все Так Решать Следующий Пунктик Это Убрать Возможные Вскрешения Из Игры Вообще Это Конечно Очень Сурово Но В принципе Чего Нет Если Это Реализм Если Так Тем Более Это Очень Похоже Ну Да Ктул Да Понятно Может Быть Можно Как Воскресить Только Это Будет Сшит Чучело Которая Не очень Хочешь С тобой Не очень Хочешь Воскрешать Да Да Ты уже Потом Когда Сшил Такой Чет Я Погорячу Воскрешать Да Вполне 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 Отсутствие Воскрешения Например В ДНД Вот Очень Большая Сложность Воскрешения Примерно Равно Отсутствие Возможности Потому Что Но Низкоуровневые Персонажи Там Даже До Какой 15 Кто Будет Готов Или Как Вообще Можно Найти Там 50 100 1000 Золотых Для Того Чтобы Нанять Какого Нибудь Клирика Который Поедет С тобой На Другой План Воскрешать Кого Кого Он Даже Не Знает Да И Следующий Пункт Очень Сложно Найти Компоненты Для Воскрешения Персонажа Но Компоненты Не Всегда Конечно Применяются В ДНД В плане Того Что Они Применяются С помощью Знака Особо То есть Есть Компоненты Которые Расходуются Их Обязательно Иметь Например Когда Ты Делаешь Заклинание Воскрешение Обычное Когда Цель Больше Минуты Ты Обязан Потратить Алмаз Размером 100 Золотых Какого У тебя Не Было Знака Который Олицетворяет Эти Компоненты Ты Обязан Иметь Алмаз Стоимостью Не Меньше Ну и вот Его Добычу Можно Сделать Очень Очень Сложный Так Что Никому Не Захотится Делать Да Романа Дбд Ты Прав Мы Играем Саней Соло Один На Один Она Не Может Меня Найти Я Не Могу Завести В Гребный Генератор Я Вижу Я вижу Генера Я Скажу Садь Я В Тебя Бег Честно Горо Все Это В Да Я У меня Звуки Очень Я В Наушниках Я Вообще Ничего Не Слышу Я Видел Пару Раз Красные Глазенки Которые Бегают Пареные Да Вот так Вот так Все Происходит Да Я Телепортируюсь Меня Пугают Такие Звуки Ты Должна Пугать Звуки Меня Когда Саша Играет За Маньяка И Пугается Да Вернемся К нашим Нет Конечно Женец Еще Один Маньяк Да Следующий Пункт У нас Это Начать С уровнем Ниже Остальных Но это Мы уже Обсуждали Думаю Нет смысла Обсуждать Это И так Понятно Следующий Пункт Это Связать Историю Возможной Смертью Персонажа Если Игрок Умрет И Умрет Вся Деревня То есть Ну да Условно Говоря Если Смерть Персонажа Связана Каким Немой Там Реально Деревня Или С Щеночком Каким Нибудь Если Твой Персонаж Умрет То Откинется И Этот Щеночек Блин Но Это Грустно Я Не Хотел Например Может Магически Как Так Случилось Что Кто Разделил Ваш Сестричка Любимая Если Вы Умрете То Она Упадет Упадет Я думаю Это Очень Крутый Ход Поэтому Вполне Себе Можно Его Использовать Где-то Мне здесь Валялось Я помню Где Вот Здесь В общем Следующий Пункт Вместо Наказания При Смерти Награждать За Выживание То Если Игроки В какой-нибудь Сложной Ситуации Выживут Ты Даешь Им Какие-то Бонусы Тот же Господи Называется Очко Вдохновения Да Или Больше Опыта Им Даешь В общем Докраждать За то Что Они Выжили Нежели За то Что Наказывать За Их Возможную Смерть Это Кстати Тоже Неплохой Совет Как Мне Кажется Ну Нашла Генератор Да Умничка Где Покажи В доме Я Не Пойду В дом Сейчас Пойду Чуть позже О Салин Здорово Стой там Продолжай там Тусить Все хорошо Ай Блин Собственно говоря Мы обсудили Все Что Мне Было Подготовлено На данный Момент Единственное Остались Советы От самого Мерсера Если Кто Не Знает Зря Вы Не Знаете Привет Познакомьтесь С Мэти Мерсером Мэти Мерсер Это Лучший Чувак В ДМД Сообществе Вообще В мире У меня Остались Шесть Советов От Него Читаю Что Если У кого Есть Еще Какие Что Сказать То Можем Сначала Это Обсудить А потом Перейдем К финишной Прямой Так Сказать Хорошо Тогда Перейдем К советам От Мерсера Мерсер Советует Первое Во первых В самом начальной Нулевой Сессии Обсудить С игроками И напомнить Им Что Игра Ваших Смерть Ваших Играх Возможно Мы Это Уже Сегодня Обсуждали И Действительно Хороший Совет Это В любом Случа Обсуждать Потому Как Но Игроки Должны Быть Готовы К тому Что Будет Происходить И В принципе Готовы К тому Что Смерть Возможно Ваших Играх Как Вы Поняли Одно Из Самых Важных Это Нулевая Сессия Абсолютно В каждом Видео Звучит У нас Например У нас Мы Очень Давно Играем Вместе И В принципе Понимаем Что Во второй Раз Не Совсем Уверены Что Хочет Делать Персонаж Гем Или Пробуйте Новую Систему И так Далее Зачастую Нулевая Сессия Очень Облегчит Вашу Жизнь Да Второй Пункт От Мерсера Это Описывать Смерть Персонажа Максимально Кинематографично То бишь Это Должно Быть Очень Красивое Описание Его Гибели Это Возможность Кинематографично Отыграть Этот Момент Персонажу Самому Описать То Как Он Умер В общем Чтобы Это Выглядело Именно Запоминающиеся И красиво В воспоминаниях Ваших Игровых Игроков И это Хочешь Хороший Совет Потому Что Не думать Кинематографично Должна Присутствует Можно Больше Вообще В игре Но Если Это Такие Важные Эпичные Моменты Как Смерть Это Должно Быть Прям Вот По Максиму Обозначено И обрисовано Чтобы Это Был Запоминающийся Хоба Ты Поняла На самом деле По Этому Поводу По По Кинематографичности Смерти Через Несколько Лет Вы Уже Не будете С Повлинать Воспоминания О том Что Вы делали Как Вы делали И Как Было Интересно И Смерть Персонажа Это Просто Одна Вещь Которая Будет Скорее Намного Более Запоминающейся Чем Все остальные И Сделать Крутой И Классной Да Возможно Вы будете Грустить Там Плакать Будет Все Очень Печально Грустно Но Зато Это Будет Хорошим Воспоминанием Чтоб Вспомнить И Просто Или Проследиться Или Порадоваться Или Еще Может Он Умрет Какой Небудь Персонаж Которого Ненавидеть И Надо Описать Вот Так Чтобы Все Получили От Удовольствия Вполне Вполне Да Вот И Ну Естественно Все Все Нашей Жизни Это Воспоминание По Большому Счету И Да Надо Сделать Это Запоминающимся Да Следующий Пункт Это Дать Возможность Персонажу Последнее Выскать Последнее Слово Это Что Это Потому Как Ну Твою Мать Саша Саша Подожди Саша Давай Обговорим Это Пошла Вон Пошла Вон Это Важный Пункт Потому Как Ну Надо Надо Игрокам Дать Высказать Последнее Слово Если Он Умрет Просто Молча Без Какого Нибудь Финального Красивого Жеста Или Жеста Финального Красивого Высказывания Высказывания Своих Мыслей То Это Будет Грустноват Все Таки Нужно Персонаж Иногда Давать Возможность Себя Показать Раскрыться Следующий Пунктик Возможность Дать Отыграть Поминки Или Скорб Других Игроков По Персонажу Ну Это Кстати Неплохая Штука Потому Как Действительно Если Перс Умер И Никто Потому Не Вспоминаю Добрым Словом Не Скорбит Не Поминает Ну Что Это Такое Надо Дать Время Его Мысли С Его Смертью Дарь Возможность Игрокам Типа Реально Помянуть Может Тего Или Типа Того Почему Нет Ну Собственно Горя Последний Пунктик Последний Финальный Пунктик От Мэти Мерсера Это Привязать Нового Персонажа К сюжету Или К другим Игрокам Мы Это Уже Сегодня Обсуждали Это Даст Возможность Можно Даже Привязать К старому Персонажу Чтобы Он Смог Мстить За Его За Его Смерть Или Пытаться Его Найти И В принципе Это Даст Возможность Как Быстрее Войти В роли Быстрее Сжиться С персонажами Садись С самого Команды И Собственно Говоря Отыгрывать Дальше Начать Продолжить Вашу Историю Чтобы Не Остановиться На Одном Месте Вот У меня По Этим Пунктам Все Мерсер Высказался Саша Меня Найти До сих Пор Не Может Саша Ты Где Сань Хочешь Убить Меня Сань Легарю Я Подал Тебе Уже Знак Давай Ищи Меня Вот Рома Если Если У тебя Есть Что Сказать По Поводу Всего Сказанного Говори Давай Вспоминай Потому Что Я Пытаюсь Здесь Сейчас Сашу Делать В очередной Раз Здорово Подожди Ну Сань Дай Мне Время Подожди Ну Постой Че Тут Начинаешь Сами Прекращай Ну Алё Я Думаю Мы Друзья Наверное Хочу Сказать По отношению К игрокам Самим Вы Возможно Как Игрок Понимаете Что вас ждет Смерть И так далее Но Все таки Зачастую Стоит Отыгрывать Как ваш Персонаж Например Женя На 99% Понимал Что он Скорее Сво Там Отведет И Персонаж Ему Реально Нравился Очень Нравился Он Прям Сжился С ним Он Говорил Нам Серьезно Что Этот Персонаж Больше Всех Из Тех За Кого Ему Грал И Кого Создавал Ему Нравится Но Несмотря На Это Он Сделал То Что Должен Был Сделать Его Персонаж И Это Привело К Смерти Он Подозревал Что Так Произойдет Но Он Все Равно Это Сделал Так Что Не Метагенти В Таких Случаях Это Возможно Будет Самый Запоминающийся Наш Персонаж Только Потому Что Вы Делаете То Что Делает Ваш Персонаж Да Не Бойте Сделать Ошибки Не Бойте Сделать Глупости Которые Могу Сделать Ваш Перс В конце Концов Вы Играйте За Него А не За Себя Поэтому Будь Справедлива Если Он Сделает Что Может Быть Глупое Но Очень Отважное Просто Потому Что Так Бы Поступила Персонаж Ну Собственно У меня На этом Все Саня Меня Так И Нашла Победила Дружба Саня Дружба Дружба Саня Собака Ты Саня Ладно Я думаю На этом Можно Закончить Стрим В принципе Мы Обсудили Все Что Могли Обсудить Спасибо Вам Что Были С нами Сегодня Что Были С нами На Стриме Что Обсудили С нами Эту Тему Грустную Но Такую Актуальную Наверное Следующую Тему Мы Обсудим Чуть Позже На Следующей Неделе У нас Будет Интервью Если Что У нас Будут Новые Снова Их Каналы Их Ролевки Поэтому Тему Дня У нас Будет Скорее Всего Только Через Две Недельки Выходит Ну Там Где-то Примерно Пока Еще раз Спасибо Вам Я думаю На этом Закончим Саша Меня Почему-то Возит По уровню Не знаю Куда Ты Тащишь Саня Что Происходит Ладно Повесил Бесплатный Убер Еще раз Спасибо Вам Что Со мной Вместе Страдали На этой Херне Да Ну И Группа Собственно Говоря Увидимся С вами На Будущих Стримах Чего Что Говорить И В будущем В принципе Собственно Горя Всем Счастливенько Наконец-то Саня Наконец-то Я Ждал Эго Момента Сколько Времени Так Я Это Сопротивляться Не буду Отлично Все Убейте Меня Спасибо Ладно В общем Всем Счастливенько Всем Пока